Потепление накануне крещения не оставило любителям окунуться в прорубь никаких шансов. Выходить на волжский лёд сейчас крайне опасно, предупреждают спасательные службы. Его толщина сейчас 4,5-5 сантиметров. А чтобы выдержать вес взрослого человека, нужно как минимум в два раза больше. Если люди начнут, и тем более это получится именно так, что люди начнут с коплением большим идти на лёд, это приведёт к несчастным случаям. Поэтому в этом году мы надеемся, что люди благоразумие окажут своё. Майны в этом году не пропиливаются, нигде не делаются. Будут стоять сотрудники полиции на подходах к нашим купелям, которые были в своё время когда-то. В местах этих купелей будем стараться, чтобы людей не пускать туда. Бережённого Бог бережёт. Лучше, конечно, в данный год не рисковать своим здоровьем, здоровьем своих близких и родных и не купаться в этом году. Понятно, что нашим призывом многие могут и не послушать наши призывы и наши рекомендации, но тем не менее, очень опасно в этом году выходить на лёд. Священнослужители говорят, купание в проруби в эти дни отнюдь не таинство, а народная традиция. Омовение, вопреки некоторым поверьям, не смывает грехов, не делает человека духовно чище. Эта традиция может быть полезной для души и тела, только если совершается по вере, в трезвом состоянии и желательно по благословению священника. Купание в проруби не является обязательным, его вполне можно заменить, к примеру, душам. Сам по себе праздник Богоявления или крещения Господня, он предполагает не в первую очередь посещение водоемов, а освящение воды непосредственно в храмах. Поэтому здесь, наверное, больше совместное дело, если у нас есть граждане, которые желают, допустим, соблюсти древнюю традицию, связанную с нашей непосредственно практикой русского народа. На Руси так было православно, ходили на Иордане. Нет такой возможности. Вот митрополия поддерживает, в первую очередь, безопасность. А в этом году верующие смогут набрать святой воды из храма и умыться ей. Купаться в водоемах категорически не рекомендуется. В местах, где традиционно устраивают проруби, будут дежурить спасатели, чтобы предотвратить несчастные случаи. Марина Матвеевна, Максим Гусев, События.